вот а про что я про эти прессы значит говорила что вот когда это было давно 0 7 назад когда еще не очень хорошо знала тут по америке все чего это сама нас много еще от людей учишь да они от хасбанта он был он там знает я ему когда рассказала игру под пересадут товары все к это самое нельзя не взять никому не раздать ничего и даже менеджер не берет работники не берут так он говорит правильно потому что будут это воровать вот он сказал справедливо игра то что еда уничтожается а кто-то ходит голодным там есть вот это столовое питание для этих для которые работать не хотят вот правильно вот иди туда в столовую регистрируйся иди туда там где это оля брукланд показывала клубнику высокосортную моет для них чё говорила да так я вот эти такие у них хреновые слышите это азиатском такое там пустое на вид классно невкусные и булки тоже невкусные это девочка у нас прохладно у нас ноябрь как прохладно так это с рукавчиком доходит ну то чтобы с рукавчиком некоторые голые но она красивыми очень всего разрезе кино сарафанчики там это с боков но так про что да и она насчет работала в этом пабликс наверное магазин здесь в америке в этом во флориде это супермаркет большой да и она горит что мне вот повезло я там а она значит что там это рука у нее заболела резать эту на машине это и мы уже были здесь на машине заболела рука резать колбасу сыр то есть вот это вот целый день значит дали департменте она там начала с ними ссориться она вплоть до судиться или что-то в этом роде на такое ну неважно короче говоря вот это вот разговор был такой пространственный про какие-то разводы она говорит вдали департменте лучше там же карита это зарплата выше то есть там на работают люди такие типа заслуженные маски у них вот тут продаются 8 99 почка масса массу 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 но здесь даже с черными черные с белыми ладно дома есть и И вот. Мы здесь с вами были. Может и не были. Девочка, да, шмек, шмек, шмек. Ты находишь? Шмек, 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 шмек. Шмек на гонке. Девочка американская. Типичная. Обязательно эту ту. Платья почти нету. А если есть, то оно фельдикосовое. Чтобы материал был как можно хуже. Полный заполненный магазин. Материал как можно хуже. Лямки обязательно должны быть видны. Везде ноги на ширине плеч. Начинаем зарядку товарища. Сбоку хочу ее посмотреть. Она не поворачивается. Вот. Почесала. Вот так вот. Ну. А вы потом спрашиваете, кому вы там нужны, русские замужем? Кто там вас будет брать? Эти бабки на лавках. Куды? В Америку. Там своих полно. Вот. Американок. Уж замуж не втерпешь в Америку. Господи, как же у них этот. Называется-то этот символ, который с длинным хвостом. Дикобрас. Болзочки. Забыла. Ну ладно. Шеточки. Слушайте, здесь у них такие вот стульчики. Я как-то еще как-то... Вот такие стульчики. Я говорю, детские стульчики такие. Это же для них сидя. Это не детские. Это очень даже для высоких вьетнамских людей. Детские. Я еще, тоже еще, как скажут. Они-то маленькие. Вот. Детские стульчики. Тогда у них все детское. И одежда детская, да? Так это. Да. Так вот она работала в этом магазине. И она говорит, что... Я там так возмущалась. А у нас же русские разные. Кто-то такой, знаете, помалкивается. Узнал это правило. Обсуждается со своими этими знакомыми там. Про это, про все, да? А есть же такие, что будут возмущаться. И рассказывать, что значит это... Что у них так не делается в ее стране. То есть страну свою... Ага. Вот она и говорит. Что менеджеру. Я когда смотрю, в конце дня все под пресс идет. В моей стране так не выбрасывают в России, значит. Ага. Или в Украине где-то, откуда она там. Сэр, сыр. Тоже уж может быть с червяками. Кто его знает. Сэр. Я так думаю, что сыр. Ага. В стране моей так не выбрасывается. Все. Даже менеджер не может. Я говорю, так ты же режешь колбасу. Вот себе. Говорю, маханула, да? Ну так это. Ну смотри. Вот такой толщины. Если колбаса, вот такой диаметра, да? Вот так достаточно. И все. Я же ей, значит, смеемся. Она. Ну я знаю, что это делать. Я просто говорю. Она говорит. Ты что? Даже когда режешь. Вот я в туалет когда иду. Могу, говорю, ломтик взять. И на пути к туалету. Ну то есть вроде она раз пошла, да? И вот там вот на пути к туалету съесть. То есть она зашла в какой-то коридор, там ее не видят. Слопает. Короче, другими словами, туалет для принятия пищи. Вот. И даже то, что я режу. Но у них утром, типа, планерка. Какой-то для суши все. Суши. Суши. Роллы, суши. У них утром планерка про то, что сегодня ТТТ дается по кусочку сыра того, чтобы они знали, его солонее, не солонее. Туда-сюда. Ну а если это постоянно повторяется, какие-то там сыры, то и про них они рассказывают, они их и так знают. Все эти тут ролики, шарики. Ну, так, говорят, вот там вот они дают что-то. Так же, как и в ресторане есть для официантов здесь в Америке. Здесь в Америке для официантов. Дядька у нас. Жених. Для официантов тоже собирают перед работой. Это вот их пельмени, эти китайские. Знаете, ну ничего. Они так это немножко похоже на русский. Собирают планерку и по блюдам повар говорит. Сегодня вот этот спеший отдел. Ну, дядя. Он тоже в этот отдел записался. Пойду я в овощи сейчас, чтобы поговорить. Да. Ну, а официантов тоже собирают. Вот это, вот это спеший. Вот это, вот это, вот это. И дают попробовать. Ну, там, говорят, маленькими такими. А, и говорят, что вы не ешьте. Дома, когда дадут маленькую каждого порцию того блюда, что готовит сегодня повар или что он из специалов. Ну, там же меню постоянное, да, в ресторанах. Ну, то есть, если это там рыбный там, та-та-та-та рыба. Ну, что-то изменяется, какие-то там у него новые, если это спеший. Спеший, вот такое. На сегодняшний день. Вот эту я взяла помылу. Шесть долларов, да. Две за десять написано. Одна шесть. Ич. Ич это каждая помылка. Вкусная. Я их люблю вообще. Снимаешь эту тоненькую курочку, шкурочку, да, там такая классная. И. Ну, что вот эти яблоки. Я их никогда не брала. А что мне их не взять, а? Я взяла те два. Сейчас еще, подождите. Куличек. Вот. И она рассказывает, что под конец дня ты не можешь себе представить. Говорит, сыры, сэндвичи, говорит. Вот с таким, говорит, этим, с ветчиной. И это там наборы колбаска, колбаска, зелень. Кусочек сыра, оливки, да. Ну, в пачке. В пачке. В пачке. В пачке. В контейнере, да. Вот. Какие-то там арбузы порезанные, яблоки. Ну, все, чего угодно, говорит. Она же, говорит, нормально. Хорошая, только что день прошел. И холодная. Ну, здесь вот магазин уже холодная. Говорит, как же так? Говорит, и все под прессой с этими бумажками. Вообще кошмар, кощунство, типа того. Так она высказывала менеджеру, что, о, маэстро, она еще такая большая. И разговор, ну, не так это вот, но громогласная такая. Ну, такая, на Мордюковой, то понежнее, а та, это Маркова, помните, была актриса. Это было ее имя. Умерла. С Мордюковой на железной дороге был когда-то клип. Они с ломом стояли, работали. В оранжевой железке. Так же ее звали, Маркова классная. У нее и брат классная актера, и она умерла давненько, ну, может, лет 15 назад. Вот, так вот такая она, она говорит. И такая правдолюбка, знаете. А что, мне одного хватит, я уже два взяла. Я попробую только, потому что он вдруг хреновое яблоко. Вот. Вот так вот я его засуну, да, чтобы уже было красиво в кофточку. Одно вообще, ах, она не ест яблоки. Только мне. Лежат, лежат. Вот эти я взяла. Это в моей стране. А вот. Так что, вот такие дела. Свежевыжатый сок в этих баночках, в этих пластмассовых с крышечками. Так что, ой, с виду такое все пропавшее здесь. Или должно это быть вот такое пропавшее такое. Фу. Так, это сливы. Сливы не хочу. Там 49. Но. Вот эти пробовала. Чертин этих это. Дракон. Вспомнила в Китае. Дракон с хвостом. Символ. А к чему я рассказывала, не помню. Вот. И она говорила, что вот эти вот брикеты, которые уже нос эти, сплющены, да. Выносятся. В целлофановый кулек выносятся. Ну, как любой мусор из магазина в конце дня. Вот. Но они же куда-то там его вывозят. Это самое. Или как там. У них контейнеры есть. Короче, раз есть, это невозможно, да. А я говорю, да. Наверное, кто-то еще сидели за столом. Русские же, да. Мы говорим, да, может быть, может быть, менеджеры берет, то они не знают, а остальное там прессуют, а что-то она себе и кинула. Она говорит, нет. Ну, нет, говорит, нет, нет. Выходишь, говорит, из магазина к кассиру, который, ну, который работает в этот день. Показываешь сумки. Или как-то там. Они говорят, просто, говорит, в магазин, он, то есть, не идешь с большими сумками, там, только с ланчем или с чем идешь. Ланч с собой носят, понятно, в Дели-де-Партмене, где полно всего, ланч берет с собой из дома. Вот. Поэтому она говорит, нет, ничего. И, говорит, меня это так вот поражало, что вот, ну, не воруют. Да, а что они отбрасывают? Что они под пресс не дают? Говядина, говорит, вырезка говяжья, красное мясо. Им сказано куда-то в определенный, говорит, там, говорит, такой вот контейнер специальный, написано на нем чего-то там. И эти красные куски мяса, ну, открывается такая пачка, да, с этого, с мяса, достается оттуда и туда складывается. Говорят, куда-то идет на фармацевтические какие-то дела. Я говорю, это кушкам, собакам нет, говорит, сказала, вот именно говядина, какая-то вытяжка из него делается. Что-то идет на фармацевтические, говорит, специальные контейнеры под надписью фармаси, ну, вот, и запечатывает это тетя, которая менеджер. И вот это куда-то идет, ну, это, говорит, там небольшие эти, ну, сколько там, килограмма, может, два-три за день, сколько там. Вот, ну, так что под пресс, так что у нас просрочки не будет, это во всех магазинах правило. Ну, вот в этих магазинах не знаю. Здесь уже такое вот это, рентовые, драконовые. Оно, может, как в Советском Союзе, кто его знает. Здесь запах такой стоит, не очень чистый. Только что вот это из-за продуктов приходишь. Когда заходишь в магазин, такой не американский выльян, такой свежая сюда. Здесь же давай такое воняет этим. Черви просроченные, вот в этом роде. Просроченные черви. Черви бывают свежие, бывают просроченные. Форк вот из этого, из свинины, порошок. Легкий порошок из свинины. О, лепкий. Смокт какой-то. Это наш шпрот, типа того. Ну, будет вкус вражеский, я вас уверяю. Ну, кто был в Таиландах, где-то они знают. Вот. Да, и вот этим еще бомжевателям, там он как-то регистрируется туда-сюда, там нужно документы предоставлять, то некоторые у них потеряли свои, эти драйвер-лайзенсы и все, ну, паспорты, типа того. Вот. И не могут регистрироваться эти бомжи за пособием. У них еще есть и пособие отдельно идет от государства. Ну, и когда он регистрируется, они посещают доктора. Доктора у них есть свои, слышите? За бедплатно. Люди платят страховую, а они за бедплатно все. За так. Да, поощущают доктора, если ему, они в основном же наркоманы, ну, и с другими там отклонениями, алкоголики и прочее. Но именно по наркоманам есть программа специальная, которая обеспечивает их наркотиками, чтобы он не сдох. И он должен принести там в каком-то контейнере, дается таблетка, что ты ее должен выпить, принести этот контейнер или при них выпить. Что-то такое там. Поверьте контейнер, и тогда тебе дают другую. То есть зажал эту таблетку наркотическую, не выпив, и так за 7 дней пособирал 7 таблеток для своих дружков продать, да, наркотики, не получится, потому что как-то ты должен принести и предъявить. Ну, вот так вот, понятно? Так что, девочки, если вы балуетесь наркотиками, то вам всегда, понятно? Приезжайте. А у нас же еще есть программа в Америке. Я еще здесь целую, это кукурузная палочка. Тоже вражеский вкус будет. Ну, просто взяла похромтеть. И еще. Это уже здесь у них этот. Дали декорты. Вот это утка. И всякие блюда. Вот такое я брать не буду. Ой, это хвосты нарожаренные, боже. А это они уже чистят все в конце дня. Так, это про что я? Про... А, у нас здесь в Америке еще есть программа про алкоголиков. Кому можно приезжать? В Гринкарта, да? Вот будет приехать. Замуж, жениться. Тр-ты-ты. Работу нашел, если организация тебе даст, докажет этому говерменту, ну, правительству, что ты нужный работник настолько, что тебя в Америке не найдется, кроме тебя, никого. Вот. И приехать там еще, ну, еще какие-то там пути есть. А, если еще способности, очень замечательные какие-то способности у тебя. Ну, вот я знаю, женщина недавно смотрела как-то видео, она художница, давно приехала, там лет 10-15 назад, на Гринкарте просто объявилась, показала, что я могу, показала свои регалии. Все, люди там где-то умные, искусствоведы посмотрели и сказали, вот вам этот, пермит на жительство, да? Этот, который, ну, это разрешение въехать в страну и Гринкарту нате вам, да? На 10 лет дается, кстати, Гринкарту. Так что, замуж выйдя, вы еще будете ждать первую, вторую Гринкарту, а лет через 4 только остановиться ситузаном, гражданином. А въезжая по Гринкарте, по лотереи и прочее, вы сразу, Бэмс очень большие привилегии. Печенка здоровенные, куски, говяжья, кости, спинные, биф, бон, написано, в коровье кости спинные. А, так, это самое, там что там? Короче, все такое мясо, которое в Америке американцы не жрут. Ой, божечки. Ну, там, наверное, вот этот жир брюшной, ну, такой здесь есть. Вот. Да, так один еще из путей алкоголиков принимают. Здесь же программа восстановления алкоголя, восстановления, ну, все, это вот желудок, наверное, внутри, мохнатенький такой, смотрите, какой внутрь желудочек. Да. Или это кишечки, из которых делают колбаски. Нет, это не кишечки. А кишки, колбаски, если бы были, может, я бы справилась бы надеть на мясорубку, дрык-дрык-дрык, колбасу начинить. Вот. Так это, алкоголиков программа есть. Уъезжаете, как алкоголик, вас здесь, значит, учат на лекциях, сидите, слушаете, значит. Слышите на английском языке, да? Там же нету перевода, да. Вот. Приобщаетесь. С вами работают бывшие алкоголики. Ну, а чем они хуже, чем кто-то? Это, наверное, почки вот это, да? Но. Тон, но. Это языки порковые, а эти свиные. Что-то не как... Это уши, наверное, да? Ears. Да, порк ears. Ear, ухо. Я все время путала раньше. Year and ear. Ear, ухо, year это год. Год и ухо. Years. Years. Years это года, годы, года. годы. Ну, пусть будет так и так. А, ears это уши. Так про что? Ну, и ваши уши, ваши ears, будут там носить это, лекторы читать лекции. Как вот вы помните, этот фильм про Шурика, когда эти барастят горят в просторе, да? Корабли, как там? Читал этот пуговкин Феде, алкоголику. Типа того. Вот. А вы будете сок такой. Тоже сок, может быть, не давить. Манга написана. Может, этот, какой-нибудь соленый или какой-нибудь. Вот. И вы таким образом попадаете в Америку. Ой, тараночка такая, ужас какой. Ужас какой. Да ну, что она, она же когда пропала, потом ее сушат, скорее всего. Может быть, и такое. Потому что, чтобы было с запахом. Ой, лягушки. Лягушка сушеная. Где октопус? Нет, я ошибаюсь. Октопус этот. Скажите, который с щупальцами. Осьминог сусонный. Так это. Такие маленькие рыбешечки. Вот. Это яйца, которые черные, зеленые. Сверху разные яйца по цвету. Как баклажан цветом. Сам белок. Знаете, да? Все сушеное здесь. Все сушеное. Колбаски рыбные сушеные. Знаю лично по алкогольной программе приезжавшая. Вот вы не въедете, вам как туристу не дадут это. Скажут, а молодая женщина. Да еще если не замужем, да еще нет бизнеса, да еще нет у нее миллиона оставить, да еще нет семерых детей, кого оставить. Да нету, значит, дома пятиэтажного и прочее, прочее. Нет. Туристическую визу не дадим, а то замуж же выйдешь. Понимаешь, то есть уже раз и схватят. Схватят. Кому вы там, говорят, нужны как бабки. Там своих американок много. Но не дают визу. А ей дадут алкоголик или он. Его же надо восстанавливать, ему надо помогать. Так вот это будет на лекции здесь сидеть месяца три, насколько там ему дадут эту визу. Гринкарту нет. Визу, я, наверное, неправильно сказала. Визу. Ну, а потом и гринкарту не за горами. Или на другом алкоголике женится. Вот, они там бывшие алкоголики, у них там клуб свой. И здесь есть такое. Даже не обязательно для туристов. То есть туристов туда в клуб просто между собой они общаются. Вот, встречаются бывшие с небывшими. Потому что кто как не научит бросить пить, считается, как не не бывший алкоголик. Только он и научит. Понятно? Лучше, чем врач. У меня есть опыт. То есть у меня и как-то рассказывала это видео, если помните, может, напишите, что ли, но не повторяй. Было, когда ты рассказывала про девушку Оксану, по-моему, ее зовут звали. Она приезжала, алкоголик был. Ну, скажи как-нибудь. Это я от нее узнала. Это программу и там эти вот у нее было это расписание этих всех занятий. Ну, такое неболежачье. Вы знаете, там что-то часа два в день. Общаешься с ними, слушаешь, значит, а там все, там есть и профессоры, там есть и учителя бывшие там, кого там только нету, да? Кто 10 лет назад завязал, кто 20 лет назад завязал. Слушайте, в магазине уже никого нет, одна я хожу. Это рис, все, вот это рис, все лежит. В пачках. Поехала я, ну, куда ли? Никого, не то, что никого, но уже, смотрю, уже темно. короче, знаете, знаете, что, некоторые притворяются голубыми, да, у нас же этих вот, с нетрадиционной ориентацией, это притворяются голубыми. В Мексике, говорят, очень часто, есть, жарят курсы, как представить себя гомосексуалистом в Мексике, да, чтобы приехать в Америку на постоянное место жительства, чтобы грин-карту дали. девочки, а вы можете и мальчики претенд притвориться этим алкоголикам, это ж легче, чем притвориться гомосексуалистам. Пей, пей себе, тем более русскому, что, не привыкать, да? Короче, to America, алкоголикс. Все, поехала платить, девочки. Понабирала, блин, может, невкусная, расскажу потом. Так, у нее тут горит, это не горит, тут горит, там горит, это не горит, тут горит, горит, девочка стоит, нечего делать ей. Так, это не очень у них чистенько. Видите, грязноводство, это на карпете, на полах. Фу, и такой запах, и около магазина грязноводство, там бумажки валяются, в общем, ориентированный магазин, неамериканский, 59 долларов за все заплатила, ну, там много эти ножки, ножки, рулька. Так, а я приехала, у меня, показывает на моем, моей машине, что air tires, tires, air pressure, да, pressure, это давление, air, это воздух, воздушное давление, tires, это колеса, в колеса, значит, проверить, не имеется в виду, что не спустили колеса, там обычно пишут, в Mercedes хорошо, там все пишут, лево, право, переднее, переднее, заднее, а то они пишут, видно все. Халтман сегодня посмотрел, и говорит, так надо все, надо немножко добавить, я говорю, добавлю. и так не сегодня, несколько дней назад, три дня назад, потом не добавляет, короче, воздуху мне не дают, так что другое ему надо от меня, да, девочки, значит, там, это вот, вот, а как мне воздуху надуть меня, надуть, меня надуть, то, значит, и не дал, ну, вот, и не дал воздуху, я ждала, ждала, да, поеду, ну, сама сейчас, то есть, я не умею за это, а в этот сервис, ну, что у нас тут есть, ой, что-то у меня здесь, а не, это полотенце, я думаю, может, я что-то забыла, надо положить такой пустой коробок, складывать вот это, вот у меня был раньше, но я говорю, ну, у тебя, я говорю, сама это сама, но он еще не знает, что я воздуху в этот, надула, заехала в автосервис, они сказали, воздух бесплатно, да, и говорят, дрыг-дрыг-дрыг, ставьте машину, и мне быстренько надули, а то бы я вот это, хасбан-то, ждала надувать, да, мальчики, хасбан сам надувает, конечно, но я забыла, когда я дула, да, я не знаю, когда там, он колеса, наверное, менял, мои колеса, надевает, а где-то ставить телешку, а куда-то, ну, вот, темно уже, ноябрь сегодня, 27-е, сегодня Black Friday, ничего я вам там не снимала, в этом, в магазине Black Friday, это маленький телевизор, два маленьких телевизора купили, ничего не снимала, почему, потому что онлайн у них многое сделали, в связи с пандемией онлайн, и людей там нету, там ничего интересного не было, кроме там двигающейся машинки, которая сама моет полы, а мне так хотелось, уже машинка, поехали ко мне домой, будешь у меня так двигаться и мыть, она с водичкой мыла, магазин посмотрит, все, пока, господа, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok